Друзья мои, всем привет! Вы в мастерской совы рукодельницы. В прошлом видео я реставрировала вот эти подушки и сейчас я хочу сшить на них декоративные наволочки. Одна сторона подушки будет лоскутной, а вторая просто из ткани. Для лоскутной стороны я возьму остатки тканей, небольшие лоскутки, здесь они нарезаны прямоугольниками различного размера и полоски ткани. Изнаночная сторона будет такой. Мне отдали старые портьеры, ткань довольно плотная и это будет нижняя часть наволочек. Еще у меня есть киперная лента и все это я хочу соединить в одном изделии. Наверняка это будут витражи. Сначала нужно снять мерки с подушки. Здесь у меня 75 сантиметров. А здесь 119. Делим эти значения пополам и получаем размер одной стороны подушки без припусков на швы. Для основы я взяла бросовую ткань. Это старая простыня. На нее буду настрачивать свои витражи. Этот прямоугольник я разделю на 4 части. И буду заполнять витражи пофрагментно. Сначала заполню одну часть, затем вторую, третью, четвертую. И чтобы по линиям шла граница. Сначала попробую разложить предварительно первый витраж. Хотя пошив витражи это такой полет творческой мысли, что никогда не знаешь, что же получится в результате. Я буду класть лоскуты с небольшим заходом друг на друга. Поскольку у меня киперная лента достаточно узкая, всего 8 миллиметров. И чтобы швы были надежными, буду класть лоскуты с нахлёстом один на другой. Это самый простой вид витража. Поехали. 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 О Blockchain. вот такой витраж сшился на мой взгляд очень симпатично осталось его отутюжить и осноровить после утюжки нужно обрезать заготовку до ровного прямоугольника лоскутное полотно готово далее из этого витража буду шить наволочку я сшила лоскутное полотно для второй наволочки давайте посмотрим изнанку здесь все чисто беру ткани с которой буду шить нижнюю часть наволочки это бывшая штора и смотрите здесь края уже подшиты и этим надо воспользоваться с одного края я загну ткань проверю чтобы ширина сгиба была одинакова по всей длине скалю чтобы ткань не сдвинулась она хоть и плотная но довольно скользкая беру второй край занавески и кладу так чтобы один край заходил на другой примерно на 15 на 10-15 сантиметров промеряю чтобы все было ровно и закалываю я обрезала нижний край шторы затем беру верхнюю лоскутную часть и кладу ее на сложенную штору и выравниваю все срезы и сгибы и смотрите занавеска сложена вдвое но мне нужно только верхняя часть занавески поэтому я разрезаю сгиб сверху и отрезаю по контуру лоскутного полотна только верхнюю часть сложенной ткани получилось готовая нижняя часть наволочки с клапаном я ее переворачиваю и сверху кладу лоскутную часть наволочки выравниваю все срезы и прострочу по периметру на 3 миллиметра от края я проложила строчку вокруг и видите почти готовая наволочка с клапаном и открытые срезы наволочки я окантую косой бейкой косая бейка у меня черная она широкая почти два сантиметра и этой бейкой окантую края наволочки и вот уже совсем готовая наволочка края окантованы косой бейкой по ширине она совпала с киперной лентой вот вторая наволочка и далее вставляю в наволочку подушку и вот результат так выглядит изнанка если вам понравилось мое видео или подтолкнуло к творчеству подписывайтесь на мой канал мастерская совы рукодельницы пишите комментарии ставьте лайки всем пока до встречи